У меня тут постельное белье подсохло. Запрягай. Запрячь, чуваш. Так. Прогуляемся с утра. В пасмурные дни особенно хорошо видно. У нас есть вот эти световые колодцы. Видите, на улице еще не особо светло. А эти штуки, они прям выглядят как лампочки. Довольно ярко светят. Сегодня четверг. А мы все равно найдем порядочек. Потому что выходных нас не будет. И на прошлых выходных нас не было. Только я собралась прибраться, оказалось, что пылесос не заряжен. Видимо, кто-то столкнул его, пока нас не было, с места зарядки. Пойду, попробую, другой принесу. Или вообще руками пропылесошу. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Пылесос подзарядился, так что пусть теперь моет. Я все руками пропылесосила, будет мимо попроще и помыла стулья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне кажется, что это супер бизнес-идея. Пылесос, который не полпылесоса, а потолок. Когда кто-нибудь зовет, у тебя постоянно какие-нибудь каучки, кто-нибудь где-нибудь каутинку сплетет, что-нибудь где-нибудь заползет. В общем, дарю, кто готов заняться разработкой. Дроцены у меня до сих пор живые. Получается, уже скоро два года. Поразительно для меня. У меня все обычно убирает. Максимум через несколько месяцев. Вот вы периодически спрашиваете, зачем мне столько пылесосов. Но вот по лестнице очень-очень неудобно с проводным. Не то, чтобы невозможно. Конечно, возможно. Но гораздо удобнее с вот этим вот беспроводным. Робот для того, чтобы мыть, не прилагая особых усилий. Только запустить и все. Ну, в общем, у каждого есть своя сфера применения. Но вот от беспроводного совсем не готова отказываться. Потому что лестница. Запускала робот. Прибралась уже в спальню. Я тут сижу, работаю. Все. Сейчас очень удобно стало. Ну, я говорила. Я подшила шторы. Они теперь не лежат на полу. Убрала одну из тумбочек. В общем, почти ничего поднимать не надо. Супер удобно. Идем дальше. В общем, в спальне я только запускаю пылесос и все. Но здесь один робот убирает. Внизу второй робот. Он там убирает уже по второму кругу. И все. Буду после этого уже спускать стулья. В общем, все. Возвращать назад на кухне. Заносить собачьи домики. Здесь тоже мебели немного. Надо поднимать цветы с пола и гитара. Еще я выдвигаю тренажер, чтобы там в углу промылось. Как-то так. Эван. Малыш. Эван. Что делаешь? Мультики смотришь? Отблокила. Смотришь? Нет. Сначала позаниматься. Что мне этим делать? Смотришь. Так. Эван занимается за разблокировку. Мы же только что вывезли один. Это не для влога, но я всегда дарю идеальные подарки со второго раза. Он разговаривает с тобой? Мы дома. Мы дома. Должен разговаривать с тобой. В общем, со второго раза я нашел идеальный абсолютно one move. Это как вот эта вот толстенькая, которая лает. И тоже парень. Пайчик. Мими-ми-ми-ми. В абсолютно идеальном состоянии. Ты можешь? Ну, что-нибудь собачка сидит. Могу. Подержи его, да. Хочу денег? Да. У того нет такой сильней. Блин. Или прям. Ну, как, детка? Слушай, ну ладно. Стать сидела идеальная. Рама тоже будет очень. Так я люблю. Угу. Это максимально приятный и максимально неприятный. Что? Это может быть максимально приятный и максимально неприятный такая высота. На крайне. Нет, твои ноги стоят, но если я буду кусяком, то я уже не кусяюсь. Что-то миллиметр идет. Ну, чёрный огонь. Огонь? Да. Чёрный огонь. Он бы хорошо сочетается тоже тёпненькой Теслой. Огонь. Субтитры сделал DimaTorzok У нас тут утренняя прогулочка. Андрей ставит машину на зарядку, потому что мы уезжаем. Стараемся оставлять заряженной все-таки. Папа, ты папу узнал, что ли? Кобяком! Я тут судорожно пытаюсь собираться. Мы сегодня часа в два дня уже уезжаем в Турцию. И знаете что? Мы, поскольку активно занимаемся сейчас всякими документами, для отказа от гражданства нужно собрать все документы о смене всех фамилий. Андрей менял когда-то фамилию, я меняла фамилию, сколько получается, три раза. И сейчас внезапно оказывается, что мы не знаем, где наши свидетельства о браке. Это при том, что вот это мы те люди, у которых, знаете, все по папочкам разложено. Нигде вроде... Ну, я не скажу, что ничего лишнего. Ну, в общем, лишнего минимум. Где? Где? Иду смотреть еще раз, перебирать весь ящик с документами и пытаться разобраться. Вот это наша прекрасная тумбочка, где все описано, все разложено. Кстати, хотите прикол? Так, во-первых, это мой пропуск, когда я работала в Яндексе. Смешно, да? С одной стороны одна фамилия, с другой другая. Сколько у нас паспортов. Тут часть недействующих и даже не все действующие. Многодетность. Мое свидетельство о рождении, которое выдано взамен вот этого вот еще советского. Трудомарем. 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 Подготовка к поездке, да не только собрать вещи, то и собрать с собой еду. Я замариновала курицу, пожарила перед выходом, а сейчас обжариваю на такой сковородке другую, не замаринованную, это на завтрак. Продолжение следует...